Добрый день, уважаемые коллеги! Тема нашей сегодняшней встречи перед нами на экране. Книга длиной 15 метров, может быть, 10 метров. И о чем могут рассказать библейские рукописи? Очевидно, что речь пойдет о древнейших формах записи, фиксации какого-то важного текста. Сакрального, религиозного, философского, законодательного, и еще какого-то. Но мы должны понимать, что если мы говорим о тексте большой важности, то он должен сохраняться. Соответственно, материал, на котором, как мы знаем, хорошо все писали на Востоке, это папирусные свитки, он непрочный. Он непрочный, для него нужны специальные условия хранения, специальный микроклимат, и если это не создается, то проходит непродолжительное время, буквально год, он рассыпается буквально в руках. А ведь речь о серьезных документах, о каких-то вещах, которые должны люди передавать из уст в уста, постоянно читать, напоминать об этом. Значит, не только, не только на папирусе, не только на пергаменте должны были фиксироваться тексты вот этой принципиальной важности. И поэтому начинаем мы наш разговор не с папируса, а начинаем вот с этого изображения, которое, я думаю, сегодня известно всем, включая школьников, потому что это даже не религиозный формат, а скорее культурологический. Моисей из Крижа Лизавета. Если ориентировочно брать время, то это где-то 14-13 столетия до Рождества Христова. И известные всем события, когда Моисей ведет свой народ через египетскую пустыню, где-то там на горе, в Синайске он получает вот это законодательство, и оно фиксируется на камне. Не на каком-то другом материале, а именно на камне. Вот так перед нами возникает образ, наверное, первой. Если не книги, то того способа, на котором пишется что-то принципиально важное. Десять заповедей, по которым будет жить народ. Они имеют и религиозное, и светское, и даже какое-то, если угодно, юридическое содержание. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Десять пунктов, которые передаются, которые заучиваются, которые постоянно повторяются. Как это могло выглядеть оригинально? Понятно, что это позднее какое-то представление наше о Моисее, о том, что у него в руках. Ну, быть может, вот так. То есть, эти заповеди могли быть зафиксированы на более серьезном камне. Большие, объемные. Это могли быть цифры 1, 2, 3, 4. Это могла быть какая-то надпись на древнееврейском тексте. Но так или иначе, камень выступает как первый материал, на котором фиксируется что-то очень важное. И поскольку мы говорим о евреях, которые в 13-м или 14-м столетиях выходят из египетского плена, то понятно, или рабство, или там место жительства, что в Египте они тоже что-то увидели, и тоже чему-то научились. Эта цивилизация существовала уже многие тысячелетия, уже стояли пирамиды, огромные храмы, огромные города. И, естественно, там тоже была какая-то своя культура фиксации текста. Евреи там были несколько столетий. Они как раз занимались на стройке по-разному. Или руководили, или там были в качестве рабов. Но так или иначе. Они что-то увидели, они чему-то научились. А как это было в Египте? Здесь я демонстрирую фотографии из египетского зала Музея искусств Вены. Очень большой зал с огромной, очень интересной экспозицией, где представлены разные, скажем так, периоды развития египетской цивилизации. Древнее царство, среднее, новое царство. Среднее царство, примерно два тысячелетия до Рождества Христова. Саркофагия. То есть, соответственно, те предметы, в которых помещались мумии или останки умерших руководителей. Они сплошь покрыты надписью, надписями, рисунками. И перед нами древнейшая фиксация религиозного погребального текста. То есть, то, с чем провожали человека в тот какой-то дальнейший, неизвестный для него мир. И здесь перед нами, вот прямо перед глазами, находится саркофаг пустой. А вот там, чуть дальше, где какой-то человек стоит, около колонны, крышка саркофага. И вот теперь на приближении эта крышка. Мы увидели, что она очень больших размеров. Около где-то трех с половиной метров в длину и около полутора метра в ширину. И она сплошь. Сплошь покрыта какими-то письменами. И это было повсеместно. Это было везде. И, соответственно, мы можем делать вывод, что наряду с папирусом, который уже был, конечно, в ходу в Египте, более надежным материалом для письма выступает камень. Камень, мрамор. Ну, пока говорим вот об этой очень жесткой поверхности. Тем более, готовить не нужно было. Просто отполировать, очистить и, соответственно, писать какой-то текст. Папирус и пергамент требуют длительного процесса подготовки. Таких саркофагов очень много. Их можно пересматривать, перелистывать, видеть, что меняется форма написания, меняется царство среднее, новое или древнее. Но, тем не менее, тем не менее, скажем так, форма подачи материала уже известна. Не только саркофаги. Вот теперь перед нами новое царство. Как раз тот период, когда иудеи выходят из Египта. Фактически вся жизнь вот этой древней могучей цивилизации была зафиксирована на каких-то каменных плитах, стеллах, каких-то постаментах. Это не только связано с жизнью или смертью. Это, в том числе, какие-то бытовые сцены, еще раз повторюсь, законодательные документы. Камень это хорошо выдерживает. Сухой климат и многие другие условия позволяют всему это или позволяли всему это сохраниться. И это, разумеется, уходило дальше. Те цивилизации, которые возникали рядом, которые возникали позднее, вот так же, скажем так, эту форму фиксации текста взяли себе на вооружение. Эллинистический период. То, что будет после походов Александра Македонского, когда огромные территории будут уже, скажем так, развиваться в рамках одной греческой или эллинистической цивилизации. Сменится язык. Теперь это уже греческий язык или древнегреческий язык, но форма фиксации текста остается. На многочисленных руинах или раскопках Эфеса, Пергамос, Мирный, можно видеть вот эти камни, стелы, постаменты, сплошь исписанные какими-то текстами. То есть, если мы говорим о знании, о том, как развивалась история древнего мира, это не только Полиби, не только Корнелитацит или там кто-то еще из древних авторов, это еще камень. Камень, который предполагает чтение, расшифровку и знания. И это постоянно обновляется, поскольку раскопки ведутся, и перед учеными все новые, новые, новые факты. Эллинистический период сменяется римским периодом, но и здесь принципиально ничего не изменяется. Вот перед нами достаточно большой камень, на фото трудно понять, каких он размеров. Это примерно человеческий рост, и мы видим, что он весь сплошь сверху донизу, покрыт какими-то буквами, какими-то письменами, и здесь тоже зафиксирован какой-то важный текст. Четвертые и пятые века – это уже христианский период, начало христианизации активной Римской империи, Эфесов-Радисиас. Вот также совершенно разные постаменты на руинах городов. Мы уже видим изображение креста, появляются другие языки на ригду с греческим или латинским, но тем не менее, тем не менее, какие-то фундаментальные вещи уже не изменяются. И так будет вплоть до окончания римской эпохи. Если говорить о сегодняшнем дне, то, конечно, ведь у нас тоже есть памятники, есть постаменты, и то, что написано на камне, оно хорошо сохраняется. Оно не боится времени, не боится влаги, не боится холода. Скажем так, самая надежная форма фиксации текста, но не единственная. Не единственная. Скажем так, библиотеку из этого не сделаешь, и Священное Писание на этом не напишешь. Какие-то отдельные главы, какие-то отдельные пункты, самые важные, можно зафиксировать на камне, но если мы говорим о том, что Библия – это примерно 1200-1300 страниц, то это невозможно. Идем дальше. Что еще есть? Есть так называемые астраконы. По-гречески это звучит – глиняный черепок. Это то, что было также известно всему абсолютно древнему миру, древнему востоку. Глина. Либо специально приготовленные ровные таблички, либо какой-то там предмет, может быть горшок, может быть что-то еще. На глине очень удобно писать. Затем глина высыхает, затем глина обжигается. Этот материал меньше по размерам. Его уже можно формировать в некие, ну, условные книги, хотя книга это назвать нельзя, но скажем так, табличка, исписанная мелким текстом. Какая-то клинопись, греческий язык или какой-то другой не имеет значения. Во всяком случае, мы уже можем говорить о том, что для этого может быть приготовлено какое-то специальное помещение. И астраконы могут храниться на, в том числе, и библиотечных полках тематически. Полочка по философии, полочка по истории, полочка по юриспруденции. Это было найдено везде. Фактически на раскопках всех античных городов, наряду с камнями, находились какие-то битые черепки, все исписанные. Притом еще плюс такой, астракон тоже не боится погодных изменений. И далее, если в этой библиотеке вдруг случается пожар, то астраконовые книги становятся еще прочнее. Потому что огонь их еще лучше укрепляет. Ведь это обжиг, скажем так, естественный. В библиотеке обнаружены фрагменты, конечно, остатки библиотеки на раскопках города Ниневи. Это Осирия, библиотека царя Ашур-Бонапала, или Ашур-Бонепала, и так, и так его произносят имя. Седьмой век до Рождества Христова. Как сегодня говорят ученые, найдено примерно 10%. 10% того, что было на самом деле, насколько на самом деле не знает никто, очень много времени прошло. Ну, называют цифру 25-30 тысяч глиняных табличек. Вот они перед нами, они все кодифицированы, находятся в Британском музее. И это на самом деле было очень важное открытие. То есть люди не просто жили в этих городах, древних городах благоустроенных, хороших, там, с водопроводом, канализацией. Не только воевали, не только занимались искусством, но еще и хранили знания, накопленные человечеством. И вот перед нами первый такой настоящий царь, ученый-библиофил. Ашур-Бонапал. В Сан-Франциско стоит ему статуя, такая очень символичная, с бородой, наверное, которая была у ассирийцев или могла бы быть. И то, что он сам написал о себе. Важно. Я изучил то, что мне принес мудрый Адапа, владел всем тайным искусством письма на табличках, стал разбираться в предсказаниях в небе и на земле. Участвую в дискуссиях ученых мужей, предсказываю будущее вместе с опытнейшими толкователями, предсказания по печени жертвенных животных. Я умею решать сложные задачи на деление и умножение. Постоянно читаю мастерски выписанные таблички на таком сложном языке, как шумерский, или таком трудном для толкования, как акадский. Знаком с допотопными записями на камне, которые являются уже совсем непонятными. Вот так царь себя прорекламировал. Ну, надо сказать, что это на тот момент времени было очень серьезно. Это не какая-то коллегия жрецов или врачей, которая там рядом с египетскими фаронами занималась знаниями или наукой. Нет. Сам царь начинает собирать библиотеку, серьезную библиотеку. И при том так, куда бы ни шло это войску Ашур бы напал, или кто бы к нему в гости не приходил, приезжал, непременно должны были быть какие-то пополнения вот этих библиотечных фондов. Потому что там просто, живя в Неневе и в Ассирии, ну, это, скажем, будет локальное знание. А вот так все, что уже к тому моменту написано по философии или религии, пожалуйста, на черепках мы зафиксируем. И вот так будет выглядеть наша библиотека. Все это в Британском музее сегодня. Глиняная табличка с фрагментом мифа о Гильгамеше. Здесь уже мы видим некие параллели с библейской историей. Таблица с астрологическими прогнозами, о котором только что шла речь. Табличка со списком синонимов, заметьте, еще и вот этим увлекался Ашур бы напал, потому что разные языки, там разные культуры, надо было иметь какие-то правильные сопоставления. Так вот, астракон это, наверное, то, что действительно могло бы быть первым образом первой библиотеки. Ну, скажем так, не сами астраконы, а как материал для книг. Но не только, скажем так, глина. Есть еще один вариант, который употреблялся гораздо меньше, найдено в середине 20 века. Это кумранские находки. Металл, медный свиток. Первый век, ну так, условно, первый век ставится, потому что до сегодняшнего дня ученые спорят, что же там было в Кумране и кто являлся этими кумранскими отшельниками. На еврейском языке написано, на меде выпито и было свернуто. Когда этот свиток был найден, он уже был, скажем так, с большими утратами, потому что медь это тоже не вариант, не вариант для хранения. Какая-то информация, она окисляется, чернеет, и там какие-то еще процессы происходят, что она прямо разрушается в руках. Очень долго решался вопрос, как бы прочесть, что там написано, разворачивать нельзя. Ну и в итоге там была специальная в одном из институтов сделана фреза, которая там буквально долей миллиметра разрезала его на кусочки, разложили, увидели, прочли. Ну и оказалось, что это такой, знаете, вариант библиотечного каталога. То есть сами книги, если мы говорим о Кумранской библиотеке, это, конечно, свитки, папирусные, пергаментные свитки. Ну а каталог или какие-то важные такие вещи, где что находится, там справа, слева, включая там какие-то даже сокровища, может быть, о храме речь идет. Вот на этом медном свитке было написано. Но это материал, который крайне редко встречается. Просто я через запятую перелистываю. Кстати, в библиотеке Ашур-Банепала или Банепала вот эти каталожные записи велись на восковых дощечках. Ну потому что что-то менялось, какие-то книги привозили, приносили. Черепки, а не книги. И, разумеется, надо было стереть на воске. Хорошо стирать и записать заново. Но воск не хранится. Если пожар, то от этого воска ничего не остается. Поэтому каталог под вопросом. Ну а теперь, собственно, о тех книгах, о которых сегодня пойдет речь. Это папирусы. И, конечно, это Египет. Конечно, Египет, потому что материал растет только по берегам Нила, из которого делаются эти книги. Хотя книги назвать это можно с очень большим трудом. Это свиток. Когда мы говорим о книге, мы предполагаем современную книгу, которую можно перелистывать, смотреть оглавление. В этой книге ничего не посмотришь. Ничего не посмотришь. И поскольку это живой материал, то надо уметь правильно изготовить подобную книгу. Вот перед нами опять Вена. Это уже музей папирусов, другой музей. И здесь книги мертвых. То, что там полагалось в саркофаге, или как-то еще сопровождало человека уже в другую его жизнь. Понятно, что длина. Длина и неудобство. В среднем где-то длина папирусного свитка, удобная для чтения, где-то около 5-6 метров. Но были и больше. Называют даже длину до 40 метров. Вот такая книжица. Это целый огромный рулон. Понятно, что крайне неудобно это для чтения. Здесь я специально показываю на фото. Верхний ряд – это древнее царство. Нижние ряды – это уже времена Птолемеев, то есть эллинистический период. Так или иначе, вот за тысячи лет ничего не изменилось. Как писали на папирусе вот на этих огромных длинных свитках, так и писали столетиями, тысячелетиями на территории Египта. Есть с рисунками вот эти свитки, есть просто с надписями. Но так или иначе, мы видим, что с двух концов это свернутый свиток. И читается он именно так. Разворачиваем, находим нужный какой-то фрагмент, потом опять сворачиваем и помещаем куда-то в хранилище. Вот здесь для папируса очень важна температура, влажность. Вот эти условия, микроклимат, который позволит ему сохраниться спустя тысячелетия. Как это делалось? Тростник для папируса. Это только Египет, больше он нигде не растет. Он имеет треугольную форму. В зрелом таком состоянии это растение достигает 4-5 метров. То есть это такой, если камыш, то очень-очень большой камыш. И в поперечнике примерно как рука человека, где-то до 5-6 сантиметров. Опять-таки треугольный. Сегодня среди ученых идет спор. Как же на самом деле из этого делали книги? Есть несколько вариантов. Либо разрезали на узкие кусочки, потом склеивали, либо разворачивали как лист бересты, пока не порвется. Нет варианта восстановления картины производства папирусного свитка. Есть, есть попытки это сделать, но ни одна из них не является окончательно убедительной. То есть какая-то технология была. Мы знаем, что если папирус тростник высокий, то он по-разному устроен. У корня выше или еще выше. Тем более там ведь есть прожилки, которые явно либо помогают, либо мешают писать будущему человеку. Вот то, что Плиний Старший оставил для нас с вами о том, как изготавливается подобный материал для библиотеки. Вообще вся харта изготавливается на влажном столе, смоченном нильской водой. Мутная нильская вода усиливает клеящие свойства. Вначале кладется нижняя схида во всю длину будущего листа папируса. Выдающиеся концы обрезаются. Затем поверх нее кладется перпендикулярно ей, чем и создается решетка. Прессуется вся харта при помощи пресса. Затем харта отбивается молотом, промазывается, выравнивается. Клеем сморщенная она вновь растягивается и выравнивается. Полученные листы высушиваются на солнце и соединяются между собой так, что лучшие листы склеиваются с подобными им. Качество листов ухудшается по мере приближения к концу всей скапы. Скапу соединяют всегда не более 20 листов. Ну и вот перед нами фрагмент такой скапы. Если брать ширину листа, то это где-то 30-35 сантиметров. Умножаем на 20, получаем вот такую среднестатистическую книгу времен Плиния. До 10 метров книга удобна для чтения. Если больше, то уже возникают проблемы с хранением, с переносом, с использованием и так далее. Ну вот 15 метров, то расстояние, которое я дал в начале, да, такие книги наверняка были, но, скажем так, они были не очень удобны. Папирус живой материал, есть волокна, поэтому сначала выкладываются волокна горизонтальные, чтобы по ним можно было писать. То есть никакую сетку, никакую решетку здесь не нужно рисовать. Все предусмотрела природа. Ну и чтобы он все время не сворачивался, все-таки это живой материал, как бы мы его там не высушивали, не выбивали, другие листы накладываются, перпендикулярно приклеиваются. И тогда хотя бы он, вот он, скажем так, в руках может вести себя как-то предсказуемо. Теперь о распространении. Римская империя, 1-2 века, пергамент еще где-то в перспективе, но уже вот-вот появится. Вот-вот появится, как промышленный уже вариант, конкурент папирусу. Но где-то до конца 3 века, даже до начала 4 века, самым ходовым материалом для письма, для фиксации любого текста, для библиотечных хранилищ является, конечно, папирус. Показываю Римскую империю, потому что это цивилизованный древний мир. Все города, все регионы, входящие в империю, были устроены примерно одинаково. Римляне так считали. Везде должно быть так же хорошо, как в Риме. Это называлось словом урбанизация. И, соответственно, библиотека. Не в каждом городе была библиотека. Это, скажем, был элемент роскоши. Роскоши и гордости правителя города. Что помимо того, что есть термы, театры, там какие-то учреждения культуры или религии, есть еще и библиотека. Притом она всегда публична, она для всех, можно прийти, поработать, позаниматься. И самая известная из библиотек тех времен, это Александрийская библиотека. Ну, конечно, перед нами реконструкция. Может быть, она вот так выглядела, может быть, вот так она вечером выглядела. Так или иначе, самые разные залы, включая залы, естественно, научные. Когда мы говорим о том, что Земля округлая, мы предполагаем некие труды историков, там не историков, а ученых, условно, Галилеи, Коперник или кто-то еще. Это было давно известно. Давно известно. И, конечно, тут в Египте никто в этом не сомневался, что Земля округлая. Потом как-то забыли об этом. Залы, читальные залы были устроены приблизительно вот так. Огромные полки, похожие на современные книжные полки, но там ячейки. Ячейки для папирусных свитков разной величины, разной ценности, разной стоимости, наверное. Александрийская библиотека формировалась так же, как библиотека Ашурба-Непала. Любое судно, любой корабль, который швартовался в гавани, Александрий должен был непременно привезти какую-то книгу, какой-то свиток, какую-то рукопись. И тогда, соответственно, пополняется библиотека, но а судно уже занимается теми делами командок, для которых оно прибыло в столицу Египта. Соответственно, о папирусе. Вот так выглядит этот свиток. Каждая страничка, там 25-35 страниц, это отдельный текст. То есть писался он так, чтобы было удобно читающему. Две скалки, на которые наматывается свиток, и они фиксируются, наверное, на какой-то доске жестко, чтобы человек мог читать или как-то вот крутить для использования. Если говорить о том, чем писали, ну, конечно, это стилус, чем-то похожий на перо, которым еще пользовались в 70-е годы, чернильные ручки можно вспомнить, и чернила. Притом чернила, естественно, без каких бы то ни было химореагентов, они легко смываются, и вопрос хранения. Если с камня ничего не собьешь, есть только землетрясение, то здесь любая влага, любая слеза или что-то подобное, сразу дефект, сразу порча. Вот так мог выглядеть, или так выглядел, папирусный свиток, на котором потом нужно что-то писать. Это уже разлинейная тетрадочка для математики. Тетрадочка в клеточку. Ну, а вот это, собственно, запись. Конечно, от времени деформация происходит, конечно, он так вот съеживается, сморщивается, это и погодные условия, это и время. Но, тем не менее, разобрать можно. Разобрать можно, и до нашего времени немало дошло вот этих папирусных свитков. Теперь, собственно, к библейским книгам. Если говорить о книгах на еврейском языке, ну, это самые древние книги по священному писанию, поэтому и утраты самые большие. Если говорить о том, где самые большие утраты или дефекты, а прямо можно ссылаться на плене. Вот там, где начало, и там, где конец книги. Потому что все время сворачивается, разворачивается, и первые страницы, и последние страницы со временем просто разваливаются. Далее, если рукопись хранится как-то не очень хорошо, либо время, либо люди цепляют, мы видим, что один край совершенно полностью отбит, нижний. И вот этот комментарий на книгу пророка Аввакума можно читать только на 50%. Верхняя страница, листочка. Далее, как писали. Еврейское курсивное письмо или некурсивное письмо, так или иначе, были определенные кануны написания. Книг священного писания, любых других книг. Древний текст был неконсонантным, то есть не было гласных звуков. Только согласных. Мы сегодня даже с трудом себе это представляем, как бы мог выглядеть текст только из согласных. Это во-первых. Во-вторых, не было никаких диакритических знаков. Ни точек, ни точек с запятой. То, что мы называем знаками припинания. Не было больших букв, заглавных или незаглавных. Не было предложений, не было красной строки. Вот мы видим три столбца и просто один сплошной текст, состоящий из согласных звуков, букв. И, естественно, даже человек, умеющий писать, читать, садиться за такой текст, он занимается расшифровкой. Вот так, как писал о своей работе Ашур Бонапал. Я умею прочитывать этот текст. Не просто я вот такой силой сижу и читаю на древнееврейском языке. Нет, конечно. Это нужно было уметь как-то правильно понять. А отсюда культура чтения. Во-первых, не писали, что попало, а писали только то, что имело какую-то ценность во всех отношениях. А во-вторых, чтобы такой текст понять, его нужно читать гласно. Чтобы человек, который рядом со мной слышал и, быть может, мне помогал, и чтобы я сам себя слышал и правильно расставлял эти предложения, эти слова, эти предлоги или что-то еще. Но вот в качестве примера, как обычно со студентами мы это делаем, вот здесь написано то, что сейчас в данном зале происходит. Вот прямо сейчас, онлайн. Но согласитесь, даже за 1, 2, 3, 5 секунд вы это не расшифруете. Правда? Вот можно засечь время. Подсказка. Развели слова. Стало ли легче? Георгий Урбанович читает лекцию в областной научной библиотеке 2 ноября 2020 года. Ну, на самом деле, вот так должно быть. Вот так, в один ряд. И, разумеется, это сложность. Это сложность для читающего, для пишущего. А плюс еще к тому, что когда появится огласовка, то есть текст станет консенантным, не консенантным, это уже будет где-то рубеж 8-9 веков, мы говорим о еврейском тексте. Это будут точки, как в сегодняшнем еврейском алфавите. Точки над и точки под. Но если это какой-то священный текст, то он по-прежнему будет шифроваться. Над именем Бога, над именем каких-то небесных сил точек не будет. И только читающий должен понимать, как это могло бы звучать. Отсюда вот некая такая, знаете, шифровка или сакральность текста, не предполагающая повсеместное использование. Если это жрец, священнослужитель или какой-то другой человек, вот он знает, о чем там идет речь. Другому это знать не нужно. Отсюда вот эта шифровка имени Бога, о которой сегодня до сих пор идет спор. Как же на самом деле звучало имя Бога? В синагогах до сегодняшнего дня используется именно такая древняя архаичная форма чтения текста. Две скалки, и там уже, разумеется, не папирус, конечно, какая-то современная бумага, но написана так, как это было в античности. Красиво выносится человеком, какой-то другой служащий разворачивает все это на столе, но уже чтец читает, как это могло бы быть. Эпоха папируса должна была закончиться. Во всех отношениях. Во-первых, потому что этот материал уже не, скажем так, отвечал запросам времени, слишком он ненадежный, слишком много требований к хранению этого материала, а во-вторых, он только в Египте. И египетские цари очень ловко этим манипулировали. То есть это был стратегический материал. Если Египет с каким-то царством ссорится, например, Пергамское царство, то накладывается эмбарго на вывоз папируса, и вы ничего не напишете. Ни религиозные тексты, ни философские, ни какую-нибудь поэму про любовь. Тоже этого не будет. И, конечно, встал вопрос, должна быть какая-то альтернатива этому материалу. Я показываю реконструкцию Акрополя Пергама. В этом городе от этого слова называется пергамент или пергамен, если правильно. Наверное, здесь производство пергамена было поставлено на промышленную основу. То, что на кожах убитых животных что-то писали издревле, это известно всем. Но это были какие-то такие, знаете, записки, которые не являлись чем-то всеобщим для распространения. А вот библиотека, а вот то, что потом будет называться словом книга, это, конечно, пергам. Пергам цари, пергама, которые как-то конфликтовали с царями Египта, они запустили, собственно, вот сам этот процесс производства книг. Над театром прямо находится храм Афины. Храм Афины, давайте покажу. Вот, вот. Извините, здесь на экране не получится. Ну, а над ним вот так вот п-образно библиотека. Вот та самая знаменитая пергамская библиотека, в которой были собраны кожаные свитки. Еще одна подобная библиотека – это Эфес. Вот она до сегодняшнего дня в таком виде, конечно, восстановлена, но это не муляж. И на первом ряду находятся статуи так называемых покровительниц. Покровительниц вот этой античной мудрости. Кто-то ему сказал бы богиня, но это не богиня, потому что по-гречески все написано очень просто. София – мудрость, Арети – добродетель, Ноэ – рассуждение или мысль, и Эпистимия – познание. Язычество в это время уже не имело никаких под собой фундаментальных основ, поэтому вот так именно ученые того времени рассматривали некое покровительство для себя. Вот так это сегодня вечером выглядит. Пергаментный кодекс. Пергамент тоже предполагает очень серьезную длительную работу. Это выделка кожи животных. Это тоже процесс, который вот так на средневековых гравюрах изображается. И какие-то волоски нужно срезать, и пемзы, и все это нужно вычистить. Но это IV век, и вот это то, с чем мы, собственно, сегодня живем. На смену пергаменту придет книга, но сама фиксация листов, скажем так, какой-то сборник, или в какое-то вот то, что можно держать в руках, это начинается где-то уже с III-IV веков. Если мы говорим о изображении священных, например, иконостас любого храма, там есть персонажи Ветхого Завета. Они всегда в руках имеют свитки. Это папирус. И мы легко определяем, что это Иеремия, Аввакум, Давид, Соломон, Моисей. Если в руках у какого-то святого книга, то это уже Новый Завет. Это либо Иисус Христос, либо Иоанн Богослов, апостол Павел. И если здесь уже завершая тему говорить о сохранности, то, конечно, конечно, то, что на пергаменте, сохраняется очень хорошо. Кожа не боится никаких перемен погодных условий. Конечно, боится влаги. Чернила остаются теми же. Древнейшие рукописи Нового Завета – это папирус. И вот они так в не очень хорошем сохранности находятся. Хорошей сохранности. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Но речь о том, что писалось все ровно так же, как и древнееврейским текстом. Только заглавные буквы, так называемое унциальное или маюскульное письмо. И никаких знаков припинания. Поэтому и здесь чтение текста превращается в расшифровку. И только где-то на рубеже 8-9 веков происходит та самая революция, когда буквы становятся маленькими и появляются диакритические знаки. С чем это было связано? Есть целый ряд причин, которые объясняют изменения в подходе к книге. Начали больше читать, наверное. Начали экономить материал. Во-вторых, наверное, появляются очки. Вот есть такое очень интересное изображение Ансельма Кентерберийского. Средневековый писатель, святой католической церкви, в очках. В очках читает книгу. Ну и плюс, начали читать про себя. Это тоже важно. Для нас это может показаться странным, но у блаженного Августина есть такая интересная строка. Он пришел в гости к своему учителю, наставнику Амбросии Медиаланскому, и увидел его сидящим за книгой, молча сидящим. Августин тому времени уже профессор, известный оратор, риттер. Чем ты занимаешься? Читаю. Вопрос, а как это? Как можно читать про себя? Или блаженный ироним пишет в письме, что сегодня читать ничего не буду, потому что болит горло. Для нас это звучит странно, но вот тогда именно так и было. Чтение предполагалось самого важного, а значит, это можно читать вслух, не только для того, чтобы понять, как там, но и для себя. Ну а, собственно, минускульное письмо, это письмо, которое сегодня мы с вами пользуемся, только пишем уже на бумаге. Астромировая Евангелие или Реймская Евангелие, еще написано Унсалом, но это уже, скажем так, наше время. Спасибо за внимание.